Коллеги, приветствую! Если вы меня слышите, значит, вы вновь попали на ВДТ, лучший канал по недвижимости и строительству, и все, что с этим связано. Я Алексей Аверьянов, и вы уже знаете мою личную историю. А если нет, то переходите по ссылке, и там я рассказываю об основных этапах своего пути в мире недвижимости. Сегодня я хочу вас поближе познакомить с основным моим бизнесом. Это группа компаний Vesco. Я вам сегодня представлю нашу команду брокеров отдела загородной недвижимости Vesco Realty, ведь мы отправляемся в брокер-тур по очень даже интересным коттеджам и земельным участкам Новорижского шоссе. Я вас беру с собой. По коням! Абстрактное искусство максимально подходит именно для интерьеров. Это добавляет эмоций каких-то. Может, и лишние. Мы отправляемся в брокер-тур. Вкладываем в команду знания. В итоге получаем отдачу в виде сделок. Челленджи укрепляют не только тело, но и душу. Попробуйте прямо сейчас поставить для себя какой-нибудь маленький челлендж. Лежать Hughes. и во-первых тебя поблагодарить за организацию сегодняшнего брокертура расскажи пожалуйста вообще зачем нужны брокертура но брокертура это очень такая полезная на самом деле история она добровольно принудительно одно дело когда ты видишь что на фотографии другое дело когда ты сам увидел конкретный объект который тебе предстоит продать это в дальнейшем очень помогает общаться с конкретным покупателем будущем по этому объекту суши как вообще собственники относятся к таким брокертуру ты знаешь это во многом зависит от людей которые занимаются организацией брокертура если человек может донести собственнику что брокер тур прежде всего в интересах самого собственника то все проходит хорошо и гладко если собственник понимает что брокер который продает его дом должен знать его продукт то собственник дает максимально зеленый коридор с лета ну то есть начало лета начали ездить каждую среду я так понимаю вы ездите ты считал сколько удалось объект посетить но смотри за три месяца у нас было получается 12 брокертуров потому что мы делаем это раз в неделю на каждом брокер туре мы смотрим 57 объектов соответственно где-то примерно уже близко 68 68 насколько такая практика вообще распространена на рынке ты знаешь я бы сказал 50 на 50 где-то есть такие же брокертура организованы по похожему формату где-то нет но я считаю что те компании кто пренебрегают брокер турами они на самом деле просто не доинвестируют в свою команду потому что мы вкладываем в команду знания в итоге получаем отдачу в виде сделок какой-то напутствие брокер не отлынивая идти от брокертуров понимаете что вы инвестируете в себя эти знания вам будет проще продавать если вы знаете этот продукт если вы видели его то вы гораздо более эффективно будете общаться с потенциальным покупателем у нас один из наиболее активных участников брокертура потому что не только ездишь смотришь на еще организовываешь просмотры вот сегодня мы были на нескольких участках расскажи пожалуйста если смысл вообще смотреть участки есть смысл потому что многие собственно покупатели точнее спрашивают что на участке какие деревья лесной не лесной но дополнительная прирезка нет возможности там добавить участок когда презентацию делаем и как брокер рассказываем покупателю мы сразу раскладываем все варианты которые возможно по данному участку слушай расскажу просто вообще сейчас есть просто участки да я бы сказала так многие рассматривают сейчас участки после поиска начинают с домов потом переключается на участке потому что рассматривает именно строительство своего дома это бюджет который не сразу нужно выложить это постепенно до при строительстве поэтому спрос есть я бы сказала такую ну большой даже как-то неожиданно сволочь пристраивается давай напишем ему на это на счет такой лично профессиональный вопрос как ты выбирал машину свою для я задумалась мне просто очень нравится данная машина то что она кабриолет то есть это абсолютно другие ощущения то есть другие эмоции на дороге небо на покупатели реагируют сейчас как раз вот выезжали который нас был и линском шикарно горит прекрасная девушка красный кабриолет что еще желательно все положительно однозначно реагирует на это запоминается да да хороший кстати вот прием такой чтобы запомниться брокеров сейчас много а вот яркий брокер единицы нас спасибо большое спасибо как вы уже знаете я являюсь фанатом челленджей если вы пропустили или забыли про это обязательно посмотреть предыдущий выпуск где я говорил и поставил для себя задачу сделать 50 подтягиваний за один подход в этом году а также пробежать марафон в октябре я уже приступил к тренировкам жене время на это не очень много пока что я хотел бы вам рассказать про один из своих предыдущих челленджей это как мне без транспортного средства удалось разогнаться до скорости 120 километров в час а как я это сделал да вот так это невероятное ощущение нестись по склону со скоростью легкового автомобиля когда ты понимаешь что одно неровное движение и ты можешь здесь на этом склоне просто своих костей не сосчитать вы спросите зачем так рисковать ради адреналина не только челленджи укрепляют не только тело но и душу попробуйте прямо сейчас поставить для себя какой-нибудь маленький челлендж самое главное чтобы вы поставили для себя такую планку которую вы обычно для себя не чуть выше ваших там предельных возможностей пишите пожалуйста в комментариях что у вас получилось особенно что вы испытали когда этот челлендж был завершен друзья это рубрика творения это одна из трех составляющих моего видеоблога владение движения творения я вообще очень творческий человек и свое время занимался рисованием был такой художник боб рос который за 25 минут на телевизоре писал ну реально классные картины шедевры я брал все что он делал и пытался повторить и принципе ну там на процентов 10-15 получалось из этого даже получались какие-то выставки я вот решил тряхнуть немножко стариной для этого напросился в гости к натальи соловьевых художницы которая нам оформляет и помогает с оформлением наших инвестиционных домов скажи пожалуйста ты как вообще начала заниматься вот искусством я с детства рисовала потом я поступила в маха урах так называемые после чего поступила в институт имени строганова сейчас я работаю на прекрасном телеканале пятница и кстати не уволят то что мы на альтернативной площадке развиваем альтернативное телевидение ты как бы я может дизайнер я занимаюсь как раз оформлением программ смотрю у тебя есть уже какая-то заготовка сколько у тебя в принципе времени ушло на то чтобы вот вот это приготовить наверное вот в течение недели расскажи как раз рождается вообще идея картин как ты решаешь какие цвета использовать это эмоции эмоции которые ты испытываешь я считаю то что абстрактное искусство она максимально подходит ему непосредственно для интерьеров потому что это добавляет эмоции каких-то эмоций и развивает фантазию людей которые наслаждаются созерцанием этих картин пока наталья там все готовит у меня вот есть такой фирменный фартук для специально специально для рубрики творения я был буду периодически использовать вот чтобы не запачкаться наталья мне кажется это вообще естественно уже законченная картина что ты хочешь делать зачем ты будешь портить на самом деле продолжать можно всегда до бесконечности что-то улучшая давать там что-то изменяя ты хочешь попробовать да конечно конечно затягивает обычно получаешь в процессе максимум удовольствия я прям вот реально боюсь чего-нибудь тебя да не ничего страшного совершенно это может и лишнее так может быть мы попробуем тогда менее готовую картину с тобой попортить почему попортить усовершенствовать сделать прекрасный о класс вообще вот это очень похоже на то что в принципе у меня было да расскажи вот ты мне сейчас как бы будешь инструкции давать а я буду делать смотри ты можешь просто побольше набираешь краски ты можешь смешивать если ты хочешь посложнее цвет плюс ко всему бывает очень красиво сочетание когда у тебя подмалевок идет холодный и насыщенный а ты сверху более теплыми красками потому что они смешивают они могут просвечивать немножко а реально успокаивает когда ты берешь много краски это эмоция это просто вот как у тебя холст на на которой ты выплескиваешь эмоции иногда негативные в конце дня иногда позитивные плюс ко всему в определенной степени чувствуешь себя творцом да ты же творишь конечно создатель слушай расскажи мне пожалуйста вот как вообще искусство связано с дизайном интерьера у тебя же сестра как раз дизайнер который сделал два прекрасных дизайн проекта наших объектов работа они иногда успокаивающие эффекты имеет и плюс ко всему каждый человек смотря абстрактное допустим искусство которое находится в интерьере это как пятно пятно которым человек подходит можно если так выразиться поле для фантазии потому что каждый человек видит в каждой работе что-то свое и плюс ко всему работая в интерьере они создают дополнительный уют какой то вы связывают предметы стены мебель а ты не думала вот как бы это поставить на коммерческие рельсы потому что есть очень много домов сейчас которые продаются в состоянии с отделкой но при этом там голые стены было бы здорово если бы была такая услуга на рынке комплект картин да для дома для продажи было бы очень интересно потому что на самом деле это интересно не только как человек предлагающий данные услуги но это также очень интересно на самом деле для потребителя потому что любое искусство это вложение средств очень часто когда ты покупаешь работы молодого художника допустим который все равно с течением времени приобретает какое-то имя то его работы увеличивается в цене это уже становится капиталовложение в определенной степени сколько ты можешь картин в месяц делать смотря какого размера я люблю большие размеры нет это маленькая это маленькая я понял хорошо давай будем мерить в больших картин сколько больших картин ты можешь делать можно делать в неделю три работы так ну чё покажешь что-нибудь теперь как ты ладно хорошо слушай как дерзко прям вообще шух-шух-шух сразу друзья этот мини шедевр к которому я приложил свою руку ну на самом деле творение Натальи может стать украшением дома или квартиры любого из вас все что нужно сделать это рассказать о том как вы своими руками украсили свой дом или квартиру буквально в нескольких предложений и самый интересный самый креативный комментарий получит подарок эту картину которую мы вам доставим ну а я с вами прощаюсь впереди нас ждет экскурсия по дому Шульгино и катание на плавучем доме это был ваш персональный гайд по недвижимости и строительству владейте двигайтесь творите пока 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 все все все